Буги-вуги В этом занятии мы с вами попробуем подробно разобрать пьесу Буги-вуги. Для этого вам нужно распечатать ноты, которые вы приобрели, и сейчас поставить их перед собой. Итак, поехали. Значит, обратите внимание, что в нотах у вас все расписано. Каждый удар вниз-вверх-вниз-вверх. Я пояснил, галочка такая, как английская буква В, это удар вверх. Медиатором это значит вот так. Удар вниз это такая русская буква П, такая как скобка, как у Степлера скобка такая. Это удар вниз, это удар. То есть получается у нас с вами вся пьеса играется переменным штрихом. Но кое-где там, возможно, будут не перемены штриха, например, там три удара вверх или три удара вниз. Но это все логически объясняется. Итак, далее у нас получается с вами вот что. Вся пьеса также играется с вингом. То есть это та-та-та-та-та. В начале у нас в нотках, вот здесь вот в уголке, если вы все распечатали, у вас будет написано две восьмые нотки равны четверти и восьмой и наверху три. Как это понять? Смотрите. Если мы с вами примем две восьмушки за две восьмые, и здесь получается как будто бы четверть и восьмая. Четверть у нас это же две восьмые, правильно? То есть одна четверть состоит из двух восьмых. Поэтому две и одна восьмая. Вот здесь у нас две восьмые. То есть вот это равно вот такому. А теперь смотрите, как это просчитать. То есть если мы две восьмые будем считать с вами так, то все просто становится. Если здесь мы будем играть, у нас три восьмые, получается та-та-та-та-та-та-та-та-та. А теперь две восьмые мы возьмем вот так с вами, склеим. Получится та-та-та-та-та-та. И получается наш синг та-та-та-та-та-та-та. Вот эта пульсация, она у нас может быть как тревольная, так и шестнадцатый пунктир. Но здесь шестнадцатого пунктира нет. Шестнадцатый пунктир, если он встретится, то это получается, у нас получается одна шестнадцатая отделена. То есть если мы будем с вами играть та-та-та-та-та-та-та-та, а теперь что мы сделаем? 3,16-е склеим, получаем та-та-та-та-та-та, то есть просто другая пульсация. Что так мы играем? Та-та-та-та-та-та, что так? Та-та-та-та-та-та-та, то есть там немножко другая пульсация. Итак, начинаем играть. Но, во-первых, в этой пьесе нам с вами потребуется играть палмьюзинг, глушение кистью, ладонем, вот в этом месте. Что такое палмьюзинг, мы с вами должны знать. Когда мы кисть ставим сюда, на струны, где выходят струны. Далее, значит, попробуем сыграть с вами. То есть это чистый звук, а это глушенный звук. То есть ноту мы слышим, то есть чистоту ноты. То есть не так мы сделаем палмьюзинг и ничего не понятно. А именно так, чтобы... То есть чтобы все было прямо слышно. То есть сама чистота ноты слышна должна быть. Далее, значит, у нас с вами начинается с шестой струны третьего лада. Там, получается, на шестой струне третий лад. То есть вот это сначала нужно разобраться, разучить. Получается, мы играем шестая струна, третий лад. Ударом вверх. Потом пятая струна, второй лад, удар вниз. И четвертая струна, удар вверх. Вот мы сыграли. Дальше мы приходим с вами в третий лад. Вот мы сыграли. И давайте будем играть не вот этими пальцами, а у нас, получается, если мы играем все в позиции, то тогда получается первый палец на первом ладу, второй на втором, третий на третьем, низинец на четвертый. То есть все по-правильному. И теперь сыграем. Пришли с вами безымянным пальцем четвертую струну третьего лада. Все, поставили его. Вот здесь мы с вами делаем точку, чтобы мы пришли. Все, сыграем. Вот. И дальше ни в коем случае мы не играем вот так. А здесь мы будем играть это отрывисто. То есть получается, если мы в нотке посмотрите, у нас получается фа ми, фа ми, фа ми, ре. Либо цифрами. Три-два-три-два-три-два-три-два-ноль. То есть получается, вот здесь такой есть термин стакката. Мы играем отрывисто. А когда... И обратите внимание на то, что три-два-три-два-три-два мы играем по мьютингам, последний два-ноль, по мьютингам мы убираем, у нас получается... И потом закрываем. Это очень важно. То есть у нас получается такое звучание. Оп, отрывисто. Отрывисто. То есть никаких хвостов не должно звучать. Не должно быть такого. Или такого. Должно быть только так. И это мы еще делаем с помощью пальцев левой руки. То есть у нас получается, мы сыграли с вами. Оп, палец расслабили. Если я не буду делать палмьютинг, у меня получится вот что. Вот, такой же звук. Только теперь все то же самое. Теперь с полнойлистом мы это делаем. И накрыли. Это первая фраза. Попробуем ее сыграть. И двигаемся дальше. Вторая фраза. Абсолютно такая же. Только три-два-три-два-три-два-ноль мы не играем, мы играем три-два-три-два-ноль. То есть сразу же фа ми-фа ми-ре и все. То же самое вступление Оп, сыграли Теперь дальше очень важно поставить аккорд правильно Который у вас стоит в пятом такте Вначале у нас идет такая загогулина, непонятная Значок, это значок обозначает восьмую паузу То есть у нас с вами идет пульсация сама восьмушка То есть та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та Вот, первую нотку мы с вами такую пропускаем Та-па-па То есть получается, что если мы топаем ногой Или у нас работает метроном То первый звук мы должны с вами послушать Чтобы у нас был Оп, вот мы его пропустили Обязательно нужно его пропустить И, например, если мы с вами играем У нас вот у нас пульсация Та-дам-па-па-па-па-па-па-па-па То есть получается, что первый звук мы пропускаем Аккорд поставили, сыграли Оп, сняли Обязательно снимаем пальцами Второй раз Вот То есть сначала, смотрите Когда мы играем мизинец у нас Держим вторую струну, но прикасается к первой струне Точно так же, как и первый палец на шестую струне На шестую струну я ставлю И прикасаясь к пятой струне Так, чтобы пятая струна не звучала И очень важно звук снять этой рукой Но сделать это не так И пальцы убрать от грифа А слегка расслабить кисть Пальцы, точнее Оп, расслабили Все То есть убрали струны от грифа Нажатие Оп, все Взяли аккорд Сделали паузу Паузу нужно тоже обязательно играть Вот мы сыграли Идем дальше теперь Дальше у нас получается Вот точно такие же все движения Только начинаются от пятой струны То есть смотрим дальше Это получается середина пятого такта Опять идет наш палмьютинг И опять же мы используем вот эти три пальца То есть не со второго пальца начинаем С первого А здесь обязательно с третьего пальца То есть если в первой части Мы в принципе чисто теоретически Можем использовать эти два пальца Ну в принципе, да, лад То во второй части Ни в коем случае Потому что там нам нужен первый пальц И мы играем со второго пальца Три С пятой струны Три Потом два И третья струна открытая Вот мы сыграли Приходим точно так же На третью струну Третьим пальцем На третий лад И первый палец здесь как раз Мы ставим с вами на ноту до Это вторая струна Первый лад Как у нас это нарисовано В шестом такте Оп, все, поставили пальц Первый пальц на вторую струну Второй палец на третью струну И здесь, когда мы приходим с вами во второй лад То мы деркаем с вами две струны То есть если Точно так же, как и в первой части, кстати говоря То есть когда мы в первой части играли с вами третий лад А потом ставили с вами палец на второй лад То обязательно нужно играть две струны То есть здесь мы играем одну струну Здесь две струны Потом опять одну струну Опять две струны И в этой части у нас абсолютно тоже так же все должно звучать Одна струна, две струны Одна струна, две струны Удары все здесь уже идут с вами Смотрите какие Вверх, вниз, вверх А дальше все удары вниз Почему так? Потому что мы играем уже не восьмушками А четвертями И теперь вниз, вверх Паллюзинг убираем Первый палец я держу И заглушил Заглушил эту рукой Оп, поймали звуки Как лучше всего заглушить? Вот ребром ладони просто мы ставим на струны И все, звук пропадает Все, поймали звук Теперь далее идем Идем сами теперь на шестую струну И играем нашу первую игру Но только как будто бы за вторым разом То есть за первым разом мы играли Три-два-три-два-три-два-ноль А за вторым разом Три-два-три-два-три-два-ноль То есть фами-фами-рай То есть получается Убираем руку Паллюзинг Оп, заглушили звук И сыграли теперь заново аккорд Соль тринадцатый То есть обязательно Для начала, чтобы вы поняли Каким ритмом здесь играть Как-то мы занимались с одним парнем Он решил Ну, чтобы понять ритм Нам пришлось с ним сделать просто Мы поставили пальцы Просто без аккорда, без всего Потому что аккорд действительно Поначалу, если вы никогда не играли подобных аккордов Будет тяжело Вот Есть два варианта игры То есть для начала, чтобы понять ритм Вы Вот у нас как раз мы пришли Как будто бы удар вниз должен быть Но у нас в этот момент Как раз мы делаем паузу Вот она, пауза на удар вниз Как будто бы И снова И снова пауза на удар вниз И снова с удара вверх Мы начинаем играть Здесь, кстати, можно сделать небольшую подмену пальцев Даже, может быть Хотя это не обязательно Но в принципе можно подставить То есть мы сыграли вторым пальцем Пришли Потом сделали подмену на третий палец Чтобы у вас уже эти пальцы стояли На нужных ладах Но лучше всего давайте сделаем все-таки вторым пальцем Оп Сразу же, чтобы переходить Лишние движения не делать Потому что одно дело Если мы играем с вами вот так То да Оп, я переставил А если играть в нужном темпе То пока мы будем менять пальцы У нас уже время Ну просто Это будет не экономично для руки Поэтому давайте не будем это делать Пришли И теперь с этого же пальца начинаем играть дальше Вот мы сыграли сами Открытые четвертые Потом один-два Третья струна дальше Ноль-два-ноль Вверх-вниз Вверх Вот И если вы играете медленно То лучше всего второй лад Сделать вибрато Та-там Вибрировали И потом открыли Вот Есть еще Небольшое такое Украшение Фаршлаг сделать Например Здесь мы с вами приходим во второй лад И делаем Хаммер-пул Вот такой вот Тоже можно сделать Интересный ее ход Вот Затем далее А уже сейчас Мы с вами ставим Шестую струну Третий палец Безымянный палец Это у нас получается Такт В наших нотках Ду-ду-ду Двенадцатый такт Здесь уже с удара вниз Потому что третий лад У нас с вами Сильная доля Получается Вниз Вверх Сыграли Три Три Потом на пятую струну Ноль Один Два Потом перешли На четвертую струну Ноль Два Ноль И дальше ставим Сложный аккорд Сложный аккорд Ре Девять плюс Сам у нас Ре плюс Ре Девять плюс Ставится Смотрите как Начинаем со второго пальца Второй палец Пятая струна Пятый лад Первый палец Четвертая струна Четвертый лад Третий палец Третья струна Пятый лад И мизинец Вторая струна Шестой лад Мы поставили Точно так же Теперь обратите внимание На то Чтобы у вас мизинец Ни в коем случае Чтобы Первая струна Не звучала Иначе это будет лажа Точно так же И про шестую струну Не должна звучать Ни первая Ни шестая струна То есть Это мы делаем Мизинчик чуть-чуть Наклоняем Притрагиваемся К первой струне Чувствуем ее Что все Первая струна не звучит Нет ее И точно так же Второй палец Слегка прикасаемся К шестой струне И звука нет И теперь играем Сначала аккорд мы играем В первую долю То есть Раз Два И И То есть Получаем Раз И Два И То есть Та С Та Либо это мы делаем Та Па Либо Та К Та Рукой себе Помогаем Делать ритм То есть Та То есть Раз Потом Холостые УТА И еще УТА Но Здесь По сути Дело Так Для вас Будет Ровно Но Правильнее Ногой Топнули В сильную Долю Пропустили То есть Первый У нас Идет аккорд В долю Раз И два Топнули И Сыграли И Получился Достаточно Так Интересно Дальше Начинается Следующая Часть Следующая Часть У нас С вами Вторая Итак Здесь Эта часть Достаточно Простая Будет Для тех Кто Играл Упражнения Секвенции Терциями Мои Упражнения Которые Можно Найти На сайте nnsokolov.ru В разделе Уроки И там Поискать Секвенции Терциями То есть Там Для тех Кто Эти упражнения Играл Не составит Никакого Труда Ну Я думаю Даже Для тех Кто Не играл Тоже Особой Сложности Не вызов Ну Посмотрим Здесь Мы с вами Смотрите Что делаем По сути Дела Нам Сейчас Нужно Выучить Один Шаблон И этот Шаблон Если Мы Сейчас Справляемся С ним То Он У нас Идет Штамповка Идет На разные Лады На разные Струны И вам Уже Будет Играть Совсем Просто Итак Попробуем Значит Начинается У нас Шаблон С удара Вверх Потому Что Идет Затакт То есть Та-та-та-там То есть Вверх Вниз Вверх Вниз То есть Мы должны В сильную долю Прийти Ударом Вниз Соответственно У нас Затакт Вверх Вниз Вверх Вниз То есть Как раз Сильная доля Попадает На вниз Вот Мы пришли Сюда Итак С удара Вверх Во вторую Позиция То есть Это что Значит Каждый Палец Строго Настрого Играет Только Свой Лад Первый Палец Второй Лад Второй Палец Третий Лад Четвертый Третий Палец Четвертый Лад Четвертый Палец Пятый Лад С удара Вверх Начинаем С удара Вверх Мы сыграли Затем Далее Идем На пятую Струну Третий Лад Вот Мы пришли Ударом Низ И от Этой Струны Мы с вами Возвращаемся По гамме Соль Мажор Но только В этой Гамме Соль Мажор Вот она То есть Это обычная Гарма А у нас Необычная У нас Седьмая Нота В гамме Соль Мажор Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Раз И вот Эта Седьмая Нота Семь Она у нас Понижена На полтона Вот она То есть Вся гамма Будет Все то же самое Только Сама гамма Будет С низкой Седьмой Ступенью Если в теории музыки То это Миксолидийский Мажорный Лад Такая Теория Небольшая Вот И теперь Смотрите Мы к ней К этой нотке Пришли А теперь Мы спускаемся Вниз Но вниз Мы спускаемся Не так Все по порядку А получается Что от этой ноты Мы играем Вниз Смотрите Пришли Теперь Назад Через одну ноту То есть Эту ноту Мы пропускаем Вот эту Пропускаем Играем Через нее Вот я сыграл Через нее Теперь К этой ноте Я пришел Вот я Оп Пришел То есть Кучилось Я Теперь От нее Снова Скачок Через одну Ноту Вниз Соответственно Следующая Нота От этой Ноты Какая Вот она Нота Ре Пятая Струна Пятая Ладно Мы ее Перепрыгиваем И играем Вот эту А теперь Возвращаемся Как раз На нее Теперь От нее Снова Перепрыгиваем На одну Назад Теперь Возвращаемся На одну Теперь Снова Через одну Вниз Прыгаем Теперь На одну Назад Возвращаемся Теперь Снова Через одну Прыгаем Теперь На одну Возвращаемся И уже Сейчас Когда Мы играли Шестой Лад Третью Струну Мы никуда Не прыгаем Мы играем Не ее Это У нас С вами Получается с середины тринадцатого такта до середины пятнадцатого такта это место звучит оно следующим образом вот мы сыграли вот теперь дальше смотрите следующий шаблон практически все то же самое только мы доигрываем с вами до мизинца до пятой струны когда мы возвращаемся то как только мизинец у нас коснется шестой струны пятого лада при возврате то мы будем играть все ноты подряд четыре ноты подряд на пятой струне от второго лада это называется хроматизм то есть получается смотрите за вторым разом приземлились сюда теперь я иду на пятую струну и на пятой струны играем все ноты подряд но штрих вот это да-та-та-та-та-та-та-та я его сохраняю на протяжении всей пьесы то есть не может быть такого это неправильно то есть обязательно и получилось у нас с вами фраза первый раз сыграю и второй раз сыграю теперь смотрите очень просто берем первый шаблон то есть который еще сыграл это я сыграл с вашего 1 2 2 у нас с хроматизмом 1 нас как полный теперь я играю буду играть сейчас первый шаблон только от пятой струны сейчас все абсолютно то же самое это равно себе потому что мы шестую струну сейчас снимем и будем думать как будто бы у нас пятая струна это шестая и вот все то же самое сыграем но только за первым разом сыграл теперь возвращаюсь на шестую струну и от шестой струны играю второй шаблон который мы не играли от шестой струны с хроматизмом сыграл вот это я сыграл с вами сейчас такты так середины тринадцатого до середины двадцать первого такта а вот дальше у нас смотрите идет в цифру 5 идет слайд скольжение это мы уже с вами делаем поэтому здесь ничего сложного нет мы сыграли теперь переходим точно такой же шаблон но только здесь уже немножечко у нас будет по-другому смотрите вот мы сыграли опять же с удара вверх сделали слайд перешли собирали пятый лад седьмой четвертый и заново теперь с седьмой лад добавили и сделали слайд то есть получился фраза у нас ушли теперь вот этот шаблон который мы сейчас с вами только что сыграли вот от пятого лада в четвертой позиции абсолютно все то же самое по аппликатуре играем только с от третьего лада во второй позиции то есть вот сюда теперь приходим и то же самое и уходим вместе фразы эти сыграем послушаем что получилось так хорошо и теперь сыграли дальше от шестой струны заключение а вот у нас мизинец теперь точнее мизинца когда мы переход когда мы с вами первым пальцем коснемся пятую струну второго лада вот так пришел сюда при возврате то я играю хроматизм здесь сыграл хроматизм и теперь три ноты хроматизма только три года я играю от четвертой струны то есть случилась фраза заключительная смотрите здесь маленький нюансик мы с вами сделаем смотрите будет небольшая будто бы нотка такая стаккадная поймали ее на третьем ноду тогда сняли звук и пришли сюда сделали вибратор то есть получилось и можно точно также снять потом либо сюда либо либо сюда убрать но в обоих случаях эта нота не должна куда-то приходить допустим и куда-то пришли или так это мы уже об этом говорили то есть если выйти всегда вообще независимо от этой даже весы куда-то делаем слайд то слайд он не должен где-то оставаться то есть не должно быть такого и там нота какая-то раз осталась нота обязательно должно быть и все и тишина либо это уже нюансы так мы с вами пришли сыграли это уже вторая часть здесь дальше следующая часть начинается у нас получается третья часть у нас начинается это последняя нота двадцать пятого такта то есть вот мы держим сами сыграли сыграли эту нотку теперь перешли безымянным пальцем то есть третьим пальцем перешли в четвертую строну пятого лада все перешли и дальше у нас начинаются с вами такие блюзовые фразы вот теперь рассмотрим это все в медленном темпе как это правильно сыграть ну для начала смотрите мы с вами ставим такую так называемую визуально лесенку третий палец у нас идет на четвертой струне пятого лада второй палец у нас идет на третьем ладу четвертого лада и первый палец у нас идет с вами на второй струне третьего лада вот точно так же мы начинаем с удары вверх потому что идет за такт то есть это слабая доля идет и вот дальше у нас сильная доля поэтому мы ее это начало такт у нас уже двадцать шестой такт и этот такт играем ударом вниз ударом вверх и вот мы пришли и этот удар вниз мы играем на двух струнок то есть получается играем вторая сторона третий лад и третья сторона четвертого лада абсолютно аккуратно нужно это играть чтобы не было во первых таком тогда датуши был трам трам трампус остренько звук чтобы звуки звучали одновременно вместе и здесь нужно постараться сделать так чтобы при игре этих двух звуков у вас не играла а еще и первая струна то есть это уже нужно посидеть постараться может быть вначале и не получится ничего страшного не нужно отчаиваться нужно просто постараться это все сыграть дальше идем смотрите разберем пример здесь самое важное когда вы ставите третий палец на пятый лад четвертой струны и потом после этой ноты играем вот эти две ноты то это нотка не должна звучать что мы с ней делаем мы ее при отпускаем визит безмерный палец просто расслабили отпустились визуально если мы посмотрим на струну то у нас просто палец он вот струну держит напрягает потом раз расслабляет но мы убираем струны то есть раз напрягли убрали напрягли убрали но сам кончик пальца у нас остается на струне иначе просто будет вот что то есть поставим постоянно будет какая-то грязь от этой струны поэтому это первый способ это если вы играете если вы будете играть уже в темпе то естественно у вас вы должны будете убирать этот палец в таком случае у вас заглушка будет на втором пальце то есть вторым пальцем вы прикасаетесь к четвертой струне конечно это также точно также можно сделать и в медленном темпе если есть такие ребята которые это смогут сделать то лучше всего привыкнуть сразу же сделать так что мы сыграли ноту поставили пальцы теперь вторым пальцем прикоснулись к четвертой струне четвертую струну убрали тишина в это во время сыграли эти два звука теперь вернулись на четвертую струну безымянным пальцем сделали малое баррэ пока мы перекатывали звук должен уйти чтобы у нас не было хоть это по сути дела как если мы сыграем третий лад на пятом ладу ой прошу прощения три струны на пятом ладу у нас эта нота она входит в состав этого созвучия до мажора но дело в том что мы не будем это играть вот мы сыграли у нас две ноты то есть получается сыграли теперь эти два пальца которые у нас сейчас на лестнике стояли три четыре убрали на полтона просто вот точно так же оп сюда убрали теперь делаем удар вверх на две струны и второй и третий и сделали скольжение вот это скольжение должен потренируйтесь играть сделали проскользили теперь дальше идет очень интересный момент когда мы эту пьесу забираем с студентами с учениками то постоянно делаю я вижу такую картину то есть когда мы делаем пул поставьте сразу же первый палец сюда на третий лад и теперь спокойненько сделаем пул чтобы у нас это все звучало вот пул должен плотно звучать не должно быть такого па 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 каких то вот таких вот моментов вот все должно быть аккуратно это первая фраза дальше за вторая фразочка все то же самое но только теперь у нас вместо лесенки вот эта нота которую мы зажимаем вторым пальцем она у нас идет на полтона вниз вот сюда приходит в си бемоль третья струна третий лад это си бемоль для тех кто не знает гриф вообще гриф полезно выучить ноты так вторым пальцем мы приходим с вами сюда но мы же так не будем с вами играть да второй палец мы не будем вот так опускать это иначе просто не получится у вас ничего поэтому есть приемы барре мы берем просто так первый палец и ставим его на третий лад вот мы поставили вот сыграем третий лад опять таки же смотрите что у нас происходит с третьим пальцем а эта нота не звучит то есть сделайте так чтобы когда вы играете у вас эта нотка не звучала то есть прикасайтесь с первым пальцем четвертой струне вот видите даже если я ее сейчас сделаю звука нет потому что первый палец не прикасается так и должно быть потом заново мы приходим сюда сделали барре здесь обращая внимание о барре опять мы делаем так чтобы четвертая струна не давала никаких звуков видите звука нет на четвертой струне теперь дальше идем мы с вами первым пальцем здесь играли второй лад теперь мы оп уходим сюда в третий лад а теперь уходим на второй лад дергаем две струны сделали слайд когда делаем слайд обязательно палец плотно прикасаем плотно прикрепляем к грифу иначе у вас будет вот такой звук и ничего не будет вот поэтому палец плотненько прижаем сделали слайд пришли снова на пятый третий лад сделали пул очень аккуратно вот мы сделали еще какая может быть ошибка при том что мы с вами играем вот это место может быть звучание вот такое послушайте и какие-то звуки мы задеваем этим пальцем поэтому очень аккуратно это делайте когда вы ставите пул когда вы ставите первый палец на третий лад на четвертую струну то мы палец аккуратно его наклоняем так чтобы фаландр пальцев кончик придерживал третью струну чтобы когда мы сделаем пул мы обязательно заделим третью струну хотим мы этого или нет мы уже так вот пальцы устроим видите и если мы это сделаем то третью струну будет звучать а если мы этот палец с вами поставим так под таким наклоном то есть сначала можно потренировать его то есть вы просто ставите вот у вас четвертую струну от звучит теперь мы наклонили палец все не звучит теперь очень аккуратно поставили палец и сделали пул это у нас получается вторая фраза сыграли теперь смотрите третья фраза такая же как первая абсолютно такая же поэтому подробно мы сейчас ее не будем разбирать но мы ее играем только до слайда вот до этого момента то есть получается сыграли а дальше у нас с вами смотрите идёт вот эти два пальца стоят у нас на первой и на третьей на второй и на третьей струне эту фигурку вот эту фигурку мы с вами переставляем теперь сначала мы играем удар вверх на четвертую струну дернули теперь эти два пальца переставляем на первую на вторую с третьей струной дернули удар получается теперь четвертая струна удар вверх теперь эти два пальца играем удар вниз вот здесь тоже момент такой очень неоднозначный здесь можно сыграть так Для любителей использовать еще пальцы, можно сыграть, вообще всю вариацию эту можно сыграть пальцами. Но так как мы сейчас говорим о медиаторной технике полностью, не затрагиваем технические приемы с пальцами, то есть когда там можно сыграть какие-то такие ходы, то мы не будем этого делать. То есть это уже можно будет какую-то отдельную тему взять и по ней с помощью отдельной темы пройтись по этому. Вот, значит сыграли, поставили сюда удар вверх на четвертую струну, здесь используем вторая струна, третий удар вниз. Очень аккуратно делаем удар вниз, потому что можно зайти в первую струну и тогда и будет звучать у вас непонятно что. То есть такой непонятный аккорд такой будет звучать. Ля минор обычно не будет звучать, а нам не нужно. Мы сыграли. Теперь дальше играем четвертая открытая. И здесь очень осторожно сыграли вторую и третью. Здесь уже у вас будут звучать три струны, это нормально, без проблем. Теперь дальше вот эту нашу фигурку, которую мы с вами держали со второй струны и на третьей и на второй струне, и мы переставляем с вами на лад выше и на струну выше. То есть получается первый палец оказывается на третьей струне второго лада, а второй на третьей струне четвертого лада. Удар вверх. Сняли звук пальцами. Переставили палец второй на полтона ниже, первый палец убрали. Таким образом, у нас третья струна осталась открытая. Заглушительный звук. Получилось правильно. Итого, что у нас получилось. Сейчас я медленно сыграю с такта. Так, сейчас найдем. Это у нас 25-й такт. Конец 25-го такта, последняя нотка. До середины 29-го такта. Вот у нас что с вами получилось. Фраза закончилась. Теперь далее. Вот по такому же принципу у нас начинается следующая фраза. Следующая фраза подвох с ударами сразу же. Так как здесь у нас мы начинаем играть триольная пульсация, то обращаю ваше внимание, в 29-м такте мы начинаем играть вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. И вот этот вверх у нас получается начало 30-го такта на 3-3 у нас. Вот мы сюда пришли с вами ударом вверх. И следующий удар у нас как раз получается вверх тоже удар. Это нужно для того, чтобы переключиться на нужные нам удары. То есть это такой прием, это нормально. То есть такое бывает. То есть когда идет триольная пульсация, она же не черная. И получается, что если одно число, если одна пульсация не черная, а дальше идет черная, ну соответственно у нас ударность она теряется. Поэтому нужно здесь прибегать к хитрости. И смотрите, как играть в триоле. Очень важно, чтобы вы выделили здесь первую нотку в триоле. То есть первая нота у нас идет удар вверх, она как затакт к триоле, то есть как будто подготовка к триоле. Для начала попробуйте просто потренировать триоли, чтобы у вас было... Вот это было. Раз-два-три. 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 Раз. Вот это вот. А теперь перед триолью, перед ударом вниз, вот она у нас триволь. Раз-два-три. Перед ней как будто у нас подготовительная нота будет. Вверх, вот она. И, как будто нота И. И, раз, два, три. И, раз, два, три. Раз. Обязательно только так пульсаться, потому что, когда мы начинаем разбирать эту пьесу, и когда этот момент упускается из вида, такое тоже бывает. Когда играешь, 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 домашнее задание задаешь, и дальше студент приходит, играет пьесу, уже весь текст выучил. И вот это вот место, вроде бы, это ерунда. Но оно получается у кого как. То есть, вот мы сыграем. И каша. То есть, здесь не должно быть каша, здесь четкое определенное количество нот, которые надо обязательно сыграть. Та-да-да-да-да. Та-да-да-да-дам. Вот мы сыграли его. Дальше. Точно так же фраза уже строится. Вот фраза у нас здесь с вами абсолютно такая же, как при первом проигрывании. Мы с вами уже разбирали. Поэтому заострять внимание здесь мы особо бы тоже не будем. Но смотрите. Первый раз мы с вами сыграли треуголь. Вверх-вниз. Вверх-вверх. Теперь переходим. Вверх-вниз. Вверх-слайд. Вверх-пуль. Теперь опять такую же фразу начинаем играть. Мы уже без триоля. Сутан-вверх. Теперь другая фраза. Мажорная. А вот дальше обязательный момент такой. Смотрите, по пальцам. То есть. Теперь первым пальцем. Мы переходим с вами. Это уже у нас место с вами. Сейчас скажу, какой такт. Так. Это мы сыграли. Так. Это получается конец тридцать первого такта. То есть, точнее, середина тридцать первого такта. Там, где вы видите три последние цифры. То есть пять. Потом пять-пять. И еще пять. Так вот. Это место ни в коем случае не играть вот этим пальцем. Безымянным. То есть, потому что он у вас уже здесь стоит. И вы захотите сыграть вот там. Нет. Ни в коем случае. Здесь мы переходим как раз в пятую позицию. То есть, середина такта. Перешли в пятую позицию. И сыграли. Вверх. Вниз. Вверх. То есть, пальцы перекатываем. Потом пальцы ставим второй с третьим. Сыграли. То есть. Та-дам. Опустили. То есть, вниз. Вверх. Заглушили. И теперь ушли первый, первый, второй палец. Поставили на третий лад вторую страну. И четвертый лад третью страну. Удар вверх. Заглушили. Получилось. Сыграли. Итак. Дальше получается самое сложное место в этой композиции. Это когда у вас идет это начало. Это середина тридцать третьего такта. Середина тридцать третьего такта. Мы уходим первым пальцем с вами в седьмую позицию. В седьмой позиции мы поставили с вами палец. Сразу же. Вот здесь он у нас находится. И начинаем играть с тремоло. То есть, даже не то чтобы тремоло. Когда у нас идет просто трейль. Она у нас необдуманно идет. Мы просто играем вот так. Просто тр-рам. Нам не нужно этого. У нас определенное математическое количество нот. И. Нотка И. Вот мы ее сыграли. Потом раз, два, три. Триоль. И снова раз. И теперь что у нас получается? И. Раз, два, три. Раз. То есть, та-рам-па-па-па. То есть, вот мы сыграем. Вот. Извиняюсь за свои эти вокальные данные. Я не интерес. Вот. Мы сыграли это. Потом, далее, играем. Дальше все делается у нас здесь вот от первого пальца. Смотрите. То есть, вот мы сыграли. Дернули с вами две струны. Вторую с третьей. Все уже в седьмой позиции. Потом вернулись сюда. Удар верный. Поставили пальцы. Второй с третьим. Второй на восьмой лад. Третий на девятый лад. Ну, лады, я так думаю, не нужно называть. Потому что все есть в нотках у вас. Просто пробегаемся и работаем над штрихами. Дернули, сыграли. Обратите внимание на то, что здесь мы будем играть так, чтобы не задеть также первую струну. Оп. Сняли звук. Первый палец переставили обязательно на шестой лад. Дернули две струны и сделали слайд. На полтона. А теперь, что мы делаем? Очень важный момент. Точно так же. Мы переходим сюда третьим пальцем на седьмой лад. Это у нас идет... Это получается тридцатьчетвертый тарт. Последние три ноты, там где семь-пять-семь. Семь-пять это пул у нас идет. Вот мы сделали с вами пул как раз. Сделали пул. Теперь находимся уже в пятой позиции. И теперь с пятой позиции. Отсюда мы играем теперь. Мы закончили. Теперь с цифры пять. Последняя цифра пять. Это у нас получается с тридцатьчетвертого такта. А удар вверх. Это у нас как будто бы и затактовая нота. Вот мы ее сыграли ударом вверх. И дальше у нас мы ставим пальцы. Ставим пальцы на пятый лад. Потом палец перекатываем. Перекатываем так, чтобы не было вот такого. Чтобы не звучало слить на ничего. Оп, сыграли. Теперь ставим точно так же. Такую же позицию, как мы здесь с вами играли от седьмого лада. Только здесь, в пятой позиции. Так же у нас второй палец. Третий палец седьмого на разную сторону. Второй на второй струне, третий палец на третью струне. Теперь опять идем слайд. Будем делать первый палец передвигаем на четвертый лад. Зажимаем им так же две струны. Вторую с третьей. Сделали скольжение. Опять-таки же уходим третьим пальцем. Третий палец ставим с вами на четвертую струну. Вот мы поставили ее. Первый палец уже готов на третьем ладу. То есть вот мы сыграли удар вверх. Сделали плотный пул. Для того, чтобы сделать плотный пул, первый палец уже здесь прижат. И прижат так, что третья струна не звучит. Помните, почему она не звучит? Мы уже об этом говорили. Вот, мы сделали. Теперь дальше играем. Два раза сделали слайд. Вот этот вот. То есть мы лесенку теперь вспоминаем, когда мы играли лесенку. Удар вверх. Потом два пальца ставим. Вторая сторона, третий лад. И третья сторона, четвертый лад. Потом снова сюда идем. Барре. Оп. Теперь переходим с вами на вот эту лесенку, только на полутона ниже. Играем удар вверх. Сделали слайд. Теперь пул мы уже не делаем на четвертой струне. Вот так. Это уже не нужно. То есть вот мы сыграли. Теперь снова играем четвертую струну безымянным пальцем. Делаем этим же пальцем баррель. Теперь снова слайд. И уже вот мы с вами сыграем. Вот когда сыграли второй раз слайд, не просто второй раз дернули вторую с третьей струной. Это первый раз. А вот это первый слайд. Второй слайд. Вот мы сделали. Теперь смотрите. Второй палец у нас стоит на четвертом ладу. Если вы делаете все правильно по ноткам, то у вас будет вообще все идеально. Теперь второй палец мы передвигаем с вами на пятый лад. Без звука, естественно. То есть не так, а просто передвинули. Безымянный палец подставили под него. То есть таким образом у вас получается две струны зажатые на пятом ладу. То есть это третья и вторая. Это у нас получается такт. Получается у нас такой. Тридцать седьмой такт у нас сейчас идет. Вот мы в тридцать шестом такте с вами удар вверх делаем. Сделали слайд на полтона и потом передвинули пальцы на седьмой лад и сыграли еще один удар вверх. И сделали вот такое вибрато. То есть получается поймали паузу, микропаузу и сыграли. То есть в темпе будет вот так. И сделали потом слайд. Это у нас уже третья часть. Теперь начинается четвертая часть у нас с вами. Итак, четвертая часть. В принципе, если вы сыграли третью часть, то вы уже сыграли самую сложную. Третья часть это как такой небольшой под итог. Уже его будет достаточно просто играть. Поехали. Ставим нашу любимую лестнику. Играем с ударом вверх. Но смотрите, что мы делаем. Сыграли. Дернули сюда вниз. Это у нас получается такты. Мы с конца тридцать девятого такта приходим и в сороковой такт. Здесь мы с вами играем эту лестнику несколько раз. Смотрите. Удар вверх. Потом пришли и поставили пальчики на вторую и третью струну. Третий лад и четвертый лад сыграли. Снова четвертая струна. Барре. Теперь переходим пальцами на полтона ниже. Играем вторую и третью струну на втором и третьем ладу. Сделали слайд. Так. Это у нас получилась фраза. Смотрите. Теперь. Что мы делаем дальше? Это первый был слайд. Теперь смотрите. Продолжаем так же. Безымянный палец ставим сюда на пятый лад. Делаем опять им же, этим же пальцем барре. Опять снова на полтона ушли. Это второй слайд. Снова теперь сюда приходим. Опять баррель. Это третий слайд пошел. И приходим в четвертую струну пятого лада. Что получилось у нас? Раз. Два. Три. Вот три слайда мы сделали и закончили ноткой. Так? Это первый проигр. Второй проигр. Абсолютно то же самое сыграем сейчас. Но в конце не будем заканчивать ноткой соль на четвертой струне пятого лада. То есть получается, смотрите. Вот мы сыграли. Закончили ноткой. Теперь. С этой ноты мы начинаем. То есть получается, что два раза будем эту ноту играть. Первый раз она у нас заканчивается. А второй раз я сейчас с нее буду начинать. Это как следующая фраза будет. Но уже я буду поиграть до слайда. С. Два. Три. Сыграл. Четвертую струну уже не трогаю. Все. Дальше следующая фраза начинается. Ставим здесь палец. Зажимаем две стороны. Вторую с третьей. На третьем ладу. Здесь точно так же у нас получается третий палец. На пятом ладу. Но помните, мы играли с вами триоли. То есть у нас получается и, потом раз, два, три, раз. То есть это место у нас, смотрите. На раз мы будем уже играть вот эти ноты. А все, что триоли, у нас получается и, раз, два, три, раз. И, раз, два, три, раз. Обращаю еще раз ваше внимание на то, что все сильные доли триоли надо выделять. Та-та-та-та-та. Чтобы именно акцентность была триоли. Вот мы сыграли. Теперь все то же самое мы делаем вот на этой схеме. Три слайда, вот этих вот. То есть там мы делали вот такой слайд. Да? А здесь у нас будет вместо вот такого будет первый пальчик вот просто две струны держать. И что-то у нас получится. Теперь опять с ударами вверх. То есть мы пришли с вами сюда ударом вверх. И дальше у нас идет смена ударов. Я уже объяснил. Сыграли. Потом перешли сюда. Удар вверх. Барре. Теперь первый слайд пошел. Опять сюда пришли в пятый лад. Барре. Второй слайд. Опять сюда пришли в пятый лад. Барре. Третий слайд. И пришли в эту нотку. Вот. Что получилось? Это вторая фраза. Третья фраза абсолютно такая же, как первая, но в конце мы не играем четвертую струну в пятый лад. То есть мы играем до третьего слайда включительно. То есть получается, мы закончили с вами четвертую струну в пятый лад, а так вот она у нас. Это у нас была последняя нота для второй фразы. А теперь с этой ноты мы начинаем играть. То есть это у нас будет уже первая нота для третьей фразы. То есть таким образом опять мы дернули пятый лад дважды. Раз. Два. Три. Все, закончили. Это у нас было, в принципе, вот по три слайда мы делали. Сначала мы делали с вами так. Сначала играли три слайда так. Потом первый раз, когда мы играли, заканчивали четвертую струной. Второй раз четвертую струну не заканчивали. Дальше у нас шла триоль. Вот такая моделька была. Точно так же мы ее три раза сыграли, закончили четвертую струной. И потом сыграли снова нашей лестницей. Но уже в конце четвертую струну мы не добавили. Вот. Теперь первым пальцем. Дальше у нас начинается с вами место. Это у нас 45. Последняя нота 45-го такта. Написано 7. То есть она у нас идет скольжением таким. Вот мы сделали с вами скольжение. Седьмой лад. Опять-таки же смотрите. Это скольжение мы можем сделать либо с пятого лада, что в принципе самое оптимальное. Можно с первого лада. Но если чем ниже, тем она размазанная будет. Вот здесь она более собранная, конкретная будет. Вот. Здесь она по ритму просто очень тяжело будет вам это сыграть. И теперь по поводу ритма этой ноты. Смотрите. Для начала мы придем в эту ноту. Вот она у нас, да? Седьмой лад. Здесь она не случайно стоит последняя. У нас в 45-м такте эта нотка так. А первая нота у нас идет 7 на второй струне в 46-м такте. Да, 46-й такт. И вот с 46-го такта давайте посмотрим. Пока вот этот слайд мы временно оставим сейчас в покое. Начинаем играть с 46-го такта. Вот. Переходим сразу же, ставим первый палец на вторую струну. На седьмой лад. И здесь мы играем с вами хроматизм. Смотрите. Сыграли. Но мы же всю пьесу играем свингом, поэтому будет это вот такое движение. Вот мы сыграли. Потом следующая нота у нас с вами будет на первой струне седьмого лада. Сыграли ее. Теперь возвращаемся на вторую струну. И со второй струны мы играем снова 10-9-8-7. Хроматизм. То есть получилось у нас с вами со второй струны играем. Вот такой ход. А теперь смотрите, что мы сделали. Добавим как раз вот этот слайд. Но этот слайд у нас, это должен быть за такт. Почему мы его отложили на потом? Для того, чтобы сначала у вас сформировалась вот эта фраза. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. То есть вот она у нас есть теперь. А теперь вот к этой фразе, чтобы там нам нужно прийти. И мы приходим вот так. Раз, два, три, четыре, раз. То есть вот этот как раз слайд, он у нас идет подготовка к основной фразе. Основная фраза у нас идет вот эта. Если мы сыграем слайд, у нас как раз получится. Вот мы сюда пришли. И раз. Теперь смотрите, первый палец, когда мы с вами пришли в седьмой лад, ни в коем случае мне не приходит вот так просто. То есть чик, тыкаем ноту. Нам нужно с вами прийти вот так. Чтобы при, если у нас две струны, вот они, мы приходим с вами не так на нее, а вот так. Чтобы нам можно было спокойно перекатиться на третью струну. Напомню нам уже. Так, вот мы пришли сюда, теперь пальцем перекатываемся на третью струну. Ни в коем случае не нужно перепрыгивать со струнами на струну. Перепрыгивать это когда мы делаем вот так вот. Нам нужно легатой все сыграем, чтобы давление не отпускать от грифа. Оп, сыграем. Теперь сделали хаймер. И хаймер делаем так, чтобы нота звучала. Нота есть. Вот, плотный должен быть удар пальцем. И когда вы делаете плотный удар пальцем, постарайтесь сделать это не так. Вот, дернули, пам, и все, как будто мяч куда-то скажет. Ап. И держим там палец. Это очень важно. Вот, когда мы делаем хаймер, обязательно пальцы напрягаем и держим его там. Вот. Нотку послушали, сделали вибрато и ушли слайдом. То есть получается... Получилась фраза. Следующая фразочка у нас с вами. Это получается... Середина 47-го такта. 3-6-3. Там у нас последние три нотки. Здесь у нас полностью играется все в третьей позиции. То есть третью позицию мы с вами поставили. Вот она у нас. Палец у нас на второй струне начинается. И опять-таки же с удара вверх, потому что за такт три ноты. То есть вверх, вниз, вверх. И как раз следующая доля у нас начинается с удара вниз. Все логично. Пентатоника. То есть те, кто не знает пентатонику, конечно, надо бы теоретически подзаниматься бы ей, чтобы хотя бы какую-то одну пентатонику выучить. Вот. Здесь мы играем. В целом. И дальше ставим две нотки. То есть у нас безымянный палец и мизинец. Безымянный у нас на второй струне получается пятый лад, мизинец на шестом. Смотрите, здесь момент такой очень интересный. То есть вот этот вот интервал получается тритон. Вот, его надо сыграть обязательно так, чтобы он врезался к нам вслух. Вот она. То есть две эти ноты, вот они. Мы сыграли. И далее начинаем идти назад. То есть та-дам-та-там-па-пам. Обязательно ритмически это все удерживать. Наши сунды. Теперь уходим по пентатонике назад. Получается первая струна, третий лад. Потом получается на второй шесть, три. Вот мы сыграем. На третьей струне пять, три. На четвертой струне, смотрим, играем пятый лад. А вот теперь палец перекатываем и играем две струны. Третью со второй на пятом ладу. Теперь назад его возвращаем. Перекатом обязательно. Вот. Еще раз заострю на этом внимание. Почему? Потому что в основном вот это делают вот так. Поставили палец. Теперь его убрали. Переставили на третью со второй. Убрали. Переставили на четвертую струну. А потом только так. Чем это грозит? Это грозит тем, что та-та-та-та-та. То есть звук будет прерывистый. А нам это не надо. Нам надо сыграть все легально. Вот. Итак. Теперь. Вот мы сыграли с вами. Подошли сюда. Перекатили палец. Поставили пятый лад. Третий со второй. Назад палец перекатили. Звуки сразу же исчезли. То есть нету грязи. Теперь. Первый палец ставим на втором из третий. И снова палец поставили на четвертую струну. На пятую лад. Здесь небольшая фишка есть. В нотах этого нет. То есть фишка есть в том, что когда вы сыграли первым пальцем. То есть здесь уже для тех ребят, кто, скажем, в теме, он поймет. То есть вот когда мы приходим с вами. Вот мы сыграли всю эту этаповую полосу. Теперь делаем баррэ. Назад палец. А вот теперь вот этот вот самый момент. Когда мы палец ставим с вами на третий лад. Поставили. И слегка палец делает подтяжку. Но подтяжку очень аккуратно. То есть это даже не подтяжка, это микро бэд. То есть чтобы нотка ожила. Это же у нас блюз. Что я сыграю так. А что я сыграю так. То есть немножко второй вариант вкуснее просто. Но здесь палец, когда вы делаете. В момент, когда теперь третий палец я буду ставить на четвертую струну. Вот этот ход. Палец держим здесь. Теперь ставим пальчик. И этот палец убираем отсюда. Вот и здесь сделали либо вибратор. Либо просто стаккадную ноту. Оп. Все. Подходим к финальному завершению. Далее мы с вами играем. У нас получается это. Мы сыграем такты. Так. То, что мы сейчас сделали. Это у нас был середина 49-го такта. До конца 59-го такта. Сейчас я разгорать не буду. Потому что это у нас абсолютная копия. С первого такта по 11-й такт включительно. А вот 12-й такт уже здесь, в самом начале. Немножечко будет другим. Хотя даже в принципе, наверное, здесь он будет практически такой же. Там просто в конце уже идут немножко разные нотки. Так. Да. В конце просто разница в нотках идет. Итак. 60-й такт. Смотрим. То есть вы вот этот все ход вы сыграли. То есть вот он. Дальше у нас идет опять то же самое. И обратите внимание на то, что вот когда мы приходим, вот в этот такт, середина 51-го такта, то такт нужно по музыке сыграть тихо. То есть вот это у нас была кульминация. То есть он. И все. И провалились все. Тишина. Но ритмика при этом не должна страдать. То есть должно все вымеренно быть, все аккуратненько. Итак. Здесь мы с вами сыграли все. Вот. И когда мы приходим с вами в 60-й такт, то начинается у нас игра. Вот. Сейчас разберем. Значит, начинается пассаж с удара вниз, потому что это сильная доля. Открытая пятая струна. Один, два, потом ноль, два, ноль. Это в самом начале. Сейчас мы играем. На четвертой струне один, два. Третья струна открытая. А вот дальше, смотрите, у вас в нотах написано. Вы с третьей струны, что мы делаем? Это у нас 61-й такт. Там получается, что от нуля у нас идет такая линия. И от троечки идет линия в четвертый лад. Смотрите, здесь мы делаем вот что. Сделаю слайд. Потом в первом пальце сделали слайд. Сделал слайд в третий лад. Откуда? С первого лада. То есть в первый лад я... Вот я сделал. И ни в коем случае не делайте вот такую картину. То есть вот чтобы вот этого не было. Здесь для начала просто тренируйтесь вот такую упражнение. Вот это сделаю. Если получается, то дальше все получится. Просто здесь я делаю просто далеко. А вы сделаете недалеко. До третьего лада. Вот мы сделали. Теперь первый палец остается. Звук еще даже летит от этой ноты. От этого пальца. Теперь ставим хаммер. Первый палец освобождаем. И ставим его на третий лад, на первую струну. И делаем легкий удар стаканным. Вот этот удар можно сделать безымянным пальцем здесь. Хотя можно и сделать медиатором. Мы же эту пьесу медиатором разыграем. Вот я сыграл медиатором ее. И все. Все звуки я снял. То есть не должно быть вот такого. И что-то где-то там пищит. Никаких звуков. То есть должно быть вот так. Все. Потом дальше смотрите что. У нас получается вот мы сыграли. Как будто бы. То есть дальше такой ритм нужно сыграть. Здесь можно даже по гитаре слегка ударить. Сначала нужно потренироваться. А потом уже играем дальше. Итак. Делаем концовочку. Теперь. Второй. Первый палец остается на месте. Третий палец переходим на третью струну пятого лада. Этот палец можно убрать. Такой же острый удар. Остренький. И он, хоть он и острый, но ноты должны прозвучать у нас. То есть не должно быть вот такого. То есть еле-еле. И здесь, кстати говоря, несмотря на то, что мы пьесу-то играем только медиатором, но вот эти вот ходы мы с вами играем медиатор с пальцем. Вот что-то очень. Вот мы делаем. И теперь пальчиками медиатор пальца. Сыграли. Потом дальше. Мизинец идет на шестом ладу. И теперь первый палец мы с вами ставим на третьем ладу. То есть вот у нас он получается. Третий лад мы зажали и дернули. Либо медиатором две струны. Вот. То есть точно так же отривисто. Вот получается. Вот. Ритмика последней нотки отличается от ритмики предыдущих нот. То есть вы можете запутаться и сыграть вот так. Это неправильно. Последняя нота, она короче. Не короче, а она чуть быстрее. Там. Там. Раз. Два. Три. Четыре. То есть. Па. Раз. Два. Три. Четыре. Вот этот ритм для начала вам надо запомнить, чтобы его сыграть. Вот. Теперь ставим наш аккорд, который у нас тринадцатый. Соль тринадцатый. Вот этот вот. Но мы его ставим не от третьего лада, а от четвертого. То есть вот мы сместили всю кисть на четвертый лад. То есть все пальцы сместили. Теперь играем здесь. То есть точно так же можно сыграть двумя способами. Первый способ полностью все медиатором. И потом сделали слайд. Это очень тяжело на самом деле. Либо второй способ. Медиатор и тремя пальчиками вот этими. То есть три пальца поставили на вторая, третья, четвертая струна. Вот они у нас. Потребали. Теперь по медиатору сыграли шестую струну. Удар вниз. Звучит. Дернули дальше. Пальцами. Весь аккорд звучит. И сдвинули его. Когда мы сдвигаем, половина у вас сто процентов потеряется. Поэтому здесь нужно очень аккуратно при слайде пальцы все напрягать и держать их на грифе. Вот мы их держим здесь. Все здесь у нас слышно. Все каждую нотку мы должны сначала услышать перед тем, как сделать слайд. То есть можно даже сначала посмотреть, послушать каждую ноту, а потом сдвинуть. Сдвинули, слушаем звук. Услышаем, сняли. И на этом пьеса заканчивается. Итак, на сегодня это все. То есть вот мы разобрали всю полностью эту пьесу. Вы можете ее отработать, отрепетировать, записать свое видео и прислать мне на почту никсоксобакамелру для оценки вашей игры. Это будет ваш небольшой экзамен. Желаю вам успехов. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok